Скорость в апреле месяце, ну и сегодня мы полетим еще быстрее, еще ярче, с теми ускорителями, которые уже были обозначены, ну и, конечно же, с теми ценнейшими советами, друзья, практикой, мудростью от наших ведущих мастеров. Друзья, напомню для тех, кто подключился к нам недавно, сегодня у нас школа «Делюсь успешным опытом», друзья, выступают новые седьмые ранги, 2000 баллов плюс в команде, друзья, и для меня большая честь и радость передать микрофон нашу центральную трибуну, друзья, Всемирная ассоциация интеллект-тренеров «Суперджамп», человеку энергия, человеку мотор, человеку харизма, чье доброе, светлое, искреннее сердце притягивает к себе ярчайших лидеров, благодаря которому в ассоциации рождаются каждый день новые ярчайшие герои, друзья. Давайте поприветствуем, как мы можем, как мы умеем, зажжем сердца, друзья, в честь нового мастера-интеллект-тренера седьмого ранга Егора Белозерова. Егор, братское сердце, тебе слово, жги и наши аплодисменты. Принимаю с удовольствием родное сердце, Петр Силкин, принимаю братское сердце. И мы самые величайшие во все времена, и первое место в мире – это наша судьба. Я приветствую вас, родные сердца, легендарные сверхлидеры планетарного масштаба, долларовые мультимиллиардеры, самые востребованные, самые высокооплачиваемые, самые нужные люди в это время, самые высокооплачиваемые педагоги за всю историю человечества. Я всегда обращаюсь к своим коллегам, своим партнерам, к своей команде непосредственно так, потому что это факт. Сто тысяч долларов за месяц, я думаю, даже сократный зарабатывал. Поэтому, дорогие друзья, я уверен, что мы с вами набираем колоссальные обороты, это только начало. Я приветствую вас, поздравляю искренне от всей души всех вас с колоссальным ростом, потому что то, что делает сейчас Всемирная Ассоциация, это вклад каждого из вас, каждая презентация ваша, каждый полученный вами отказ – это огромный вклад в историю всего человечества. Знайте свое место, знайте масштаб своей личности, осознавайте это все, и будет, естественно, колоссальный рост. На связи мастер-вентлек-тренер Всемирной Ассоциации Егор Белозеров «Планета Земля». Говорю сейчас так, потому что, коротко представлюсь, кто обо мне не знает, я проживаю в городе Армавир, мне 30 лет, по образованию инженер, закончил Армавирский механико-технологический институт, и сегодня буду вкратце представляться в формате «Я горжусь». Очень понравилась мне эта тема, я сейчас практикую это на своих суперджампах, потому что зачастую люди не помнят, чем они гордятся. И когда я проговариваю «Я горжусь», самооценка моя растет и дает мне возможность вдохновлять, мотивировать, быть примером для всей ассоциации, для своей команды, для своей семьи, ну и для тех людей, которые меня окружают. Поэтому я горжусь тем, что меня зовут Егор, я горжусь тем, что я ношу фамилию Белозеров, я горжусь тем, что я проживаю в Краснодарском крае, город Армавир, я горжусь тем, что мне 30 лет, я горжусь тем, что в 26 лет я начал заниматься саморазвитием и начал проходить огромное количество курсов, тренингов, семинаров, вебинаров, Гандапаса, Хакамада, Язуша Буддинова, Нестеренко, «Бизнес-молодость» и так далее. Все это проходил, все это в себя впитывал. И я горжусь тем, что до 26 лет мой бэкграунд составлял «Дети капитана Гранта» и «Граф Монте Кристо». Все эту историю прекрасно знают. Я тот человек, который совершенно до 26 лет не занимался какой-либо образовательной деятельностью. Я качал битсуху, я срочную службу прослужил в БДВ. Вот, я тоже этим горжусь. Слава БДВ, тельняшка на груди. Знаете, вот эта тема, никто кроме нас. Смотрите, у меня даже татуха есть крутая. Вот, и такая татуха есть, видите. Мои партнеры знают, что это такое. Вот сегодня буду об этом говорить. Вот, я этим горжусь, да. Я горжусь тем, что моим наставником является Владимир Викторович Довгайн. Зато тем, что моим наставником является вся моя команда. Вера Макаренко, Саша Толмачев, Анжелика Вайнштейн, Роберт Ра, конечно же, Петр Силкин. Вся моя дружная международная семья. Учись у каждого из вас, подсматривая в такую замочную скважину за вашими соцсетями. Ну, и если, конечно же, мне что-то нужно. Я горжусь тем, что мне звонят периодически. Много людей звонят. Я горжусь тем, что у меня Вера Макаренко педагог, учитель. И она научила меня говорить слово «звонят». Когда я говорю «звонят», я использую резинку, я тоже этим горжусь. Я горжусь тем, что я в 29 лет стал миллионером. Все благодаря Всемирной ассоциации интеллектренеров. Я горжусь тем, что я 9 лет просто жил в вооруженных силах. И я горжусь тем, что я до Всемирной ассоциации интеллектренеров не занимался ничем. Никакой предпринимательской деятельностью, никакой сетевой деятельностью. То есть у меня не было команды, структуры. И сейчас, к чему я это говорю, я хочу своим выступлением вдохновить людей, которые сейчас пришли и жалуются, что у вас ничего нет. У меня нет людей, у меня нет окружения такого мощного. Ребят, у вас есть столько, что вы даже представить себе не можете. Опять же, я всегда говорю о том, когда у меня начинают ныть мои партнеры, я говорю, слушай, был бы ты в январе 2019 года. Не было ни чеков, не было ни системы дубликации, не было таких мощных, ярких, прокачанных наставников. Была идея, был энтузиазм. Не 5 человек из 10 или 8 заходили на тренировку, а один из 30 идеалист. И то потом со временем, когда он набивал шишки, эти люди отваливались. Поэтому мы закалены. Сейчас вижу Сашу, вижу Роберта. Вот тем временем, когда реально не было, не было системы дубликации, не было стандарта поведения интеллектренировок, не было личного кабинета, вот такого, который есть сейчас. Сейчас у вас это все есть, ребят. Есть система продаж, есть помощь наставников. И я горжусь то, что меня закалило то время. Иначе я бы был сейчас расслаблен. Я прошел через то время, и я этим тоже горжусь. Я горжусь то, что я в 29 лет купил машину своему отцу, то, что я в 29 лет сыграл день рождения своей матери в ресторане. Впервые за 60 лет ее жизни она праздновала день рождения, свое 60-летие в ресторане и заказывала все, что хотела. И я горжусь то, что я за это заплатил. Высокие ценности. Вот коротко обо мне. Всю жизнь занимаюсь спортом, тоже этим горжусь. Приветствую Зошу, у меня прекрасная семья. Сына моего зовут Платон, в честь великого нашего наставника, педагога планетарного масштаба. Я уверен, как говорит Шалалик Санчимонашвили, тоже наш наставник. Я говорю Владимиру Викторовичу, что он своим примером, своими выступлениями посеял во мне зерно изучать. Антона Семеновича Макаренко, Сухомлинского, Ушинского, Постолорца, Януш Корчик, Шалалик Санчимонашвили, Монтессори. И все этих великих людей я изучил в нашем интеллектуальном клубе. Я горжусь то, что я развиваюсь в интеллектуальном клубе ежедневно. Это тоже колоссальное преимущество перед теми людьми, которые это не делают. И, естественно, я вливаю в моего сына величие, как говорил, и говорит Даша Ла Александровича Монтессори, если вы обращаетесь с ребенком как с Богом, то, соответственно, он будет себе длить вот это божественное начало. Я горжусь то, что эта методика пришла ко мне в мои 27 лет. Я занимаюсь данной деятельностью 3 года. В ассоциацию я пришел в январе 2019 года, познакомился с методикой Суперджам и зашел в ассоциацию благодаря моему величайшему наставнику Роберту Ра. 23 февраля 2019 года, на День вооруженных сил, служа в армии, не имея времени, я являюсь тем тренером, который проводил тренировки в 3 часа утра. С Робертом Ра, с Александром Толмачевым. Два я просыпался, проводили для Казахстана, для Норильска. У них было плюс 3, плюс 4. Это история. Это то, как закалялась сталь. Вот через все это я прошел. Парень амбициозный, дисциплинированный, пунктуальный, дисциплина, мое второе имя. Всю жизнь занимаюсь спортом, легкая атлетика, тяжелая атлетика. Люблю активный образ жизни. Постоянно вытаскиваю себя из зоны комфорта физического. Катаюсь на сноуборде, на вейкборде, на велосипеде. Я горжусь тем, что в 30 лет я купил себе дом за 7 миллионов рублей. Благодаря всемирной ассоциации интеллектренеров. И я сейчас живу в этом доме. Я горжусь тем, что я как Илон Маск сплю на своем рабочем месте, потому что офис мой находится у меня в спальне. И я каждый день ночую здесь. Поэтому не надо мне говорить, что Илон Маск там красавчик из фитнеса на рабочем месте. Я встал, зубы почистил, а сразу нахожусь на рабочем месте. Но я горжусь тем, что я не работаю. И вот именно сегодня буду делиться, ну вот школа так и называется, делюсь своими инструментами практическими. И вот знаете, я в течение нескольких месяцев увидел колоссальную гонку. Круто, мы гонимся, создаем новые рабочие места. Но я хочу сегодня, я буду говорить сегодня о сверхцели. Я просто сегодня вам дам восьмую интеллектуальную жемчужину. То, как даю ее я. Потому что я купил сверхцель. Потому что я в сверхцели. Поэтому у меня огромное количество отзывов. Поэтому я Егор Белозеров. Поэтому у меня седьмой ранг. Поэтому сотни интеллектренеров пишут мне в личку и хотят пройти суперджамп непосредственно вот у меня. Сверхцель я хочу дать вам. Сверхцель. Чтобы вы еще раз впитали в себя вот эту... Кто не понял этой системы, возможно, кто-то проходил тренировку, но не понял. Хочу дать нам инструменты, которые есть у нас. Ведь не развиваться в ассоциации – это предательство для себя. Все для этого есть. И команда, и система, и наставники, и школы постоянные. Пожалуйста, просто бери и делай. Но еще нужна мотивация. И вот что вдохновляет меня и мотивирует, одно из моих любимых упражнений – это сверхцель. И сейчас я буду просто вам давать, ребят, сверхцель. Ничего нового вам не открою. Но я хочу от своего чистого сердца, мультимиллиардерского... Вижу, Вова Кипрский. Благодарю тебя за поддержку. Как Вова говорит, да, Егор – покоритель мультимиллиардерских гор. Стихи рождаются здесь в ассоциации. Я хочу просто вам рассказать сверхцель. Рассказать вам сверхцель, рассказать идею сверхцель, чтобы вы влюбились в нее. Чтобы вы осознали, почему я вот так кардинально изменил свою жизнь. Что меня двигает, что меня вдохновляет, что меня мотивирует. И что я узнал, и что во мне открылась сверхцель. Поэтому прямо сейчас, с этого момента, в течение... Сколько там еще? Да, в течение 25-30 минут я хочу поделиться с вами упражнением сверхцель. Включайте состояние ученика. Не буду ничего выдумывать, готовить какую-то мощную школу. Расскажу то, как я даю ее. Чтобы каждый из вас был сверхцелью. Чтобы каждый из вас занимался этим делом со сверхцелью. Верочка, подними руку. Чтобы каждый занимался нашим делом со сверхцелью. Со сверхидеей. Сначала принести пользу, а потом заработок. Сначала принести пользу. Что такое упражнение сверхцель? Это упражнение всех великих людей. Таких, как Илон Маск, Генри Форд, Махат Маганди. Таких, как Антон Семенович Макаренко. Тот же Пастелоса, Сухомлинский, Ушинский. Почему великие люди стали великими? Почему они стали бессмертными? Сверцель нас делает бессмертными. Сверцель за три года изменила жизнь мою кардинально. Дала мне возможность окружать себя огромным количеством благодарных людей. Я лечу на Кипр, меня встречают. Я лечу в Египет, меня встречают. Я лечу в Монголию, меня встречают. Я лечу в Израиль, меня встречают. Почему меня встречают? Потому что я нахожусь в Сверцеле. Потому что в каждый суперджамп свой я вкладываюсь на тысячу процентов. И сейчас вы поймете, что меня вдохновляет и что меня мотивирует. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы знакомимся с упражнением в Сверцель. Включайте состояние ученика. Я понимаю, что вы уже слышали об этом, но послушайте из моих уст. Я хочу, знаете, как говорит Владимир Ильич повторение «Мать учения». Вот хочу сегодня повторить, чтобы провалилась кому-то монетка. Понимаете? Чтобы вы гнались, но гнались со сверхидеей. Это чисто авторское упражнение, упражнение только нашей ассоциации. Это упражнение, которое дает мне колоссальный взряд энергии, уверенности в мои 30 лет, которое сделало меня миллионером. С того человека, которым я был и тем человеком, которым я стал. Которое окружило меня огромным количеством благодарных людей. И которое делает мое имя. Имя по всему миру. Егор Белозеров. Я этим горжусь. Это сверхидея. Прежде всего, я хочу, чтобы вы задали себе сейчас такие вопросы. И знаете, что я говорю своим людям, которые приходят ко мне на суперджан? И пока вы не ответите на эти вопросы, дорогие друзья, чтобы вам было хреново спать. Вот так прям говорю. Чтобы вы не спали. Потому что иначе вы проживаете жизнь. Иначе вы не живете. Иначе вы проживаете в состоянии всех пэ, как говорит Владимир Юрьевич. Проснулся, пописал, покакал, поспал, покушал и помер. Ничего не меняется. Чем быстрее вы найдете ответы на эти вопросы, Чем быстрее вы будете находиться в ассоциации и пропитаетесь этой сверцелью, Продадите себе сверцель, купите ее. И чем быстрее вы будете продниматься каждое утро и говорить о том, что я меняю мир. Не просто слова, а вот ваше позиционирование. Как вы общаетесь с людьми. Как вы общаетесь с природой. Как вы общаетесь с животными. Как вы общаетесь с детьми. Вот это состояние, когда вы находитесь в максимально тотальном отдавании. Кто я? Куда я иду? Зачем и в чем смысл моей жизни? Об этих вопросах мы задумываемся на похоронах очень часто. Вот человек ушел, и после него ничего нет. Но что останется после меня? Это упражнение, которое делает каждого человека бессмертным. Махат Маганди, Мартин Лютеркин, Мамать Тереза, Нельсон Мандела, Нельсон Мандела жили со сверхцелью. Кто я? Куда я иду? И в чем смысл моей жизни? Отвечайте себе на эти вопросы каждый день, если вы на них не ответили. Каждый день. И пока вы на них не ответили, вы не родились. Потому что человек рождается и умирает два раза. Рождается два раза, когда он вылазит с утробой матери, когда понимает, зачем. А умирает два раза, когда умирает наше тело, и когда умирает последнее слово. Почему жив Майкл Джексон? Почему жив Мартин Лютеркин? Почему жив Махат Маганди? Потому что они жили не ради себя, не ради побрякушек, не ради материального, а ради сверхидеи сделать этот мир лучше. Почему Генри Форд стал великим? Потому что он хотел сделать так, чтобы машина являлась не средством роскоши, а средством передвижения. Он дал возможность каждому человеку пользоваться инструментом и передвигать себя из пункта А в пункт Б с комфортом, без седла, понимаете? И пользоваться этим. Он жил не ради себя. Почему Татьяна Бакальчук, девушка нашего времени, женщина стала миллиардершей, основательницей компании Вайлберис? Ознакомьтесь с этой информацией. Потому что она была в декрете, ребят. Потому что она не могла выйти на улицу, в магазин и купить себе шмотки. Потому что она была постоянно с детьми. Что она решила? Она решила проблему всех женщин. Она решила свою проблему, понимала, что тысячи женщин, девушек по всему миру, миллионы, у которых есть такая же проблема. Она просто создала онлайн-магазин, в котором люди могут покупать и заказывать вещи, понимаете? Поэтому она стала богатой. Около 76% людей в нашем мире живут без смысла в жизни. Отсюда депрессия. Отсюда мне звонят и говорят, что у меня нет энергии, мои тренеры звонят. Отсюда мне жалуются и говорят, слушай, нет энергии, что-то вот как-то я упала по энергии. Да нету сверхидеи. Ребят, человек, который живет со смыслом жизни, он получает энергию оттуда. Откуда? Оттуда, как в этом фильме «Бриллиантовая рука». Откуда? Оттуда. Вот оттуда получает он энергию. Наполняет вас вселенная, когда вы начинаете жить в состоянии помощи, максимального, тотального отдавания. Вы начинаете быть инструментом здесь, на земле, через который передают свою энергию творец. Вас используют. Вы открыты к этому. Вы несете ответственность на свои плечи. Стагнация, депрессия, прокрастинация, моральный образ жизни, наркомания, алкоголизм, суицид. Все из-за того, что нет у людей смысла в жизни. Из-за того, что нет смысла в жизни. Когда человек живет ради себя, это не смысл жизни. Ведь, как говорил Эльберт Эйнштейн, смысл жизни имеет лишь жить посвященно другим. Посвященно другим. Не в ассоциации, не просто в суперджампе посвященно. Это должно быть для нас как дышать. Но когда вы выходите на улицу, каждый из вас должен быть примером для подражания. Когда вы заходите в магазин, чтобы от вас энергетика шла солнечная, чтобы люди хотели к вам подходить и спрашивать, слушай, что ты делаешь? Что ты, как ты себе, почему так? Почему меня тянет к тебе? Чтобы люди видели, что вы улыбались. Чтобы люди видели, что вы заходили с ними в контакт. Не только одевать сверцель, когда вы ведете суперджамп, и маску интеллект-тренера одевать, да? А быть в сверцеле всегда, везде и постоянно. Вот что такое сверцель. Сверцель – это колоссальный заряд энергии, источник энергии. И когда вы постоянно себе говорите о том, что вы живете ради того, чтобы сделать этот мир лучше. И не просто бла-бла, а вы делаете. Вы общаетесь с людьми по-доброму. У вас добрые намерения. Вы выполняете упражнения, будьте здоровы. Вы находитесь в состоянии служения, в состоянии тотального отдавания. Сверцель – это самый легкий способ оставить наследие в истории. Сверцель – это самый легкий способ прожить жизнь в подвиге. Сверцель – это самый легкий способ стать богатыми. Знаете, как говорил Виктор Франко, вы все наверняка видели это видео. Я прям показываю людям вот такой рисунок. Когда вы находитесь в пункте А на своем самолете, если вы являетесь пилотом, и вам нужно прилететь в пункт Б, ребят, то для того, чтобы долететь в пункт Б, вам надо точку поставить в точке С. Или здесь, или здесь, понимаете? Это называется полет со сносом. Когда вы ставите себе базовые ценности – дом, машина, дети и так далее, вот сюда летите. Если вы ставите точку Б, смыслом жизни точку Б, внуки – это должно быть для нас как дышать. Я не говорю, чтобы вы не должны жить ради этого. Но это должно быть для каждого человека естественным, как смысл жизни. Это естественно, как дышать. То есть мы, когда просыпаемся, у нас же нет смысла в жизни дышать. Вот так же живите, чтобы дети, внуки, дома, машины – вот эти ценности для вас было, как дышать. Каждый послан сюда с искрой Божьей. В каждом есть свой потенциал. И каждый из нас должен разбудить себе этот потенциал. И видит Бог, что мы здесь собрались с вами, у нас потенциал педагогический. Понимаете? И мне обидно за тех людей, которые не присутствуют на этой школе. Мне обидно за этих семей, за семей этих людей, которые не присутствуют на этой школе. За внуков и правнуков этих людей, которые не присутствуют на таких школах. Потому что эти школы меняют сознание. Потому что эта школа поменяет сознание ваше. И потому что неприсутствие – это предательство. Я говорю всегда так – предательство. И когда у вас обычные цели – базовый дом, машина, вот это все изначальное, то, соответственно, если вы ставите путь сюда, то если вы летите на сайволете с пункта А в пункт Б, то вас несет или сюда, или сюда. Это называется полет со сносом. А когда вы ставите точку С сюда, или сюда, или сюда, то вас сносит сюда автоматически. То есть вы достигаете этой цели, вы пролетаете ее автоматически. И вот как в моей ситуации, да, три года, три года был доход 50 тысяч, 55. Я был военным. Стабильная зарплата. Кормили, одевали, обували, откормили вообще. Богатыря с меня сделали. Молодцы. Дисциплина, пунктуальность, высоконравственные чувства, культура. Все. Научили убивать, резать там и не обращать внимания на это. Все круто. Как, в принципе, и в армии. Вот все. Ты там патриот своей родины там и так далее, и так далее. Вот эти все вещи взрастили во мне. И машина была, и дом был, и семья была. Да, мужчина вспомните. Мужчина что обязан? Нас учили в детстве. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Егор Белозеров 20 лет и деревья насажал кучу, и дом себе купил, и машина есть, и сын есть. Что делать дальше? Спрашиваю батик. Ну, воспитывай. Воспитывай ребенка своего, поднимай на ноги, потом дети, внуки и все. Скажите, пожалуйста, вот такие люди, у которых сверцель, дом, машина, дети, внуки, отличаются чем-нибудь от животных? Нет. Нет. Возьмите простую птичку, простая птица, да, находит партнера, делает гнездышко, потом там шпилевили, потом у них появляются там эти, как его там, птенцы, да, они там учат своих птенцов добывать сверчков, паучков, и птенцы улетели. Опять так же возьмем мышонка. Находит партнера, опять там у них домик, потом у них появляется потомство, потом они, естественно, эти потомства учат там обучать, добывать сверчков, паучков, там сыр воровать и так далее, и все, потом они убегают. Чем ребенок, вот помните Баста, да, песня, сансара, круговорот вещей природы? Ничего не меняется. И ваши дети начинают жить так же, как и вы. Когда вы живете в состоянии дом-машина, ничего не меняется. Дома меняются и машины меняются. И так из поколения в поколение. Вот сверцель – это та же мчужина, это великое упражнение. И мы не отдаем отчет, каким инструментом мы обладаем с вами, дорогие друзья. И мы не отдаем отчет, как нужно сильно в себя впитать эту сверцель, которая будет вас наполнять, будет делать из вас ораторов, будет делать из вас великих интеллект-тренеров. Что человека отличает от животного? Вот что человека отличает от животного? Обратите внимание. Осознанность. Человек – единственное существо на планете, которое может выбирать свое эмоциональное состояние, правильно? И сверцель, сверхидея. Найти в себе то, чего нет ни у кого. Найти в себе то, как найти свое предназначение. И не просто предназначение для себя, а которое приносит пользу. Как говорил Конфуций, найди дело, которым ты с удовольствием будешь заниматься, и ты никогда в жизни не будешь работать. Я скажу так. Я добавлю, найди дело, которым ты с удовольствием будешь заниматься, и оно будет приносить пользу людям, и ты никогда в жизни не будешь работать, и ты никогда не умрешь. Ты оставишь наследие, ты будешь бессмертным. И вот именно человека отличает от животного. Когда Стив Джоб запускал свою компанию, у него был, вы знаете, все это гаражные компании. Компания Google, компания Microsoft, компания Apple. У него висела надпись на стене «Мы меняем мир». Они работали за идею. Но какой у них был энтузиазм? А когда компания рухнула, потом он новую запускал. Мы меняем вселенную. Мы меняем вселенную. Масштаб личности. Человек стоит столько, сколько дело, о котором он заботится. О каком деле заботитесь вы? Вроде бы о великом. Но верите ли вы в это? Ребят, верите ли вы все в это? В каким делом вы занимаетесь? Впитали ли вы себя в эту идею? В состоянии сверцели вы даете упражнения? Или в состоянии набрать определенное количество баллов в этом месяце? В состоянии служения вы занимаетесь? Обратите внимание на это. И когда мы в этой гонке начинаем бежать, мы забываем о сверцели, ребят. Мы забываем об этом. Я видел, как люди за день начинали улыбаться, благодаря нашему суперджампу. Я видел, как люди на девятый день, на восьмой, на седьмом плачут. Потому что их никогда так не наполняли. Это наша методика. Гонка хорошо. Но не забывайте про сверцель. Не забывайте про сверхидею. Потому что сверхидея делает нас великими. И то дело, которым мы занимаемся, оно делает нас великими. Человек стоит столько, сколько дело, о котором он заботится. Это сверхидея. Это сверхцель. Знаете, есть такая прекрасная, удивительная притча. Два монаха. Два человека. Один монах, который шел до знойного лета. И шел монах, который мудрец, который видел, как два человека таскают камни. Вы знаете эту притчу? Он подходит к одному человеку. Один человек здоровый, мощный парень, накачанный. Ругается матом налево и направо. Будь проклят этот день. Будь прокляты эти камни. Будь проклята эта работа. Подходит к нему и спрашивает. Слушай, молодой человек, почему вы ругаетесь? У него язык вот здесь. Он ругается матом. Ты что, старик, не видишь, что ли, чем я занимаюсь? Я камни таскаю. Точка B. Понимаете? Он сюда идет. Я на еду зарабатываю. Мне нечем семью свою кормить. Мне некогда с тобой трепаться. Мне нужно деньги зарабатывать. Он говорит, все, хорошо, я понял. Была ли у него энергия? Нет. Ради чего он это делает? Ради себя, ради семьи и все. Это мало. Мы наполняемся. Чем больше у нас идея, тем больше нам приходит энергия. Чем больше идея. Обратите внимание на второго. Молодой парень. Худенький, щупленький, с улыбкой на лице таскает эти камни. В два раза больше таскает камней. Он в шоке. Он нарушает все законы физики, этот человек. Он подходит к нему и говорит, молодой человек, а чем занимаешься ты? А я строю храм. Я строю храм, в который будут приходить люди. Эти люди будут получать очищение. Эти люди будут получать благословение. Эти люди будут получать ответы на свои вопросы. Вот чем занимаетесь вы? Проводите суперджампы или меняете этот мир через эту методику? Зарабатываете баллы или меняете этот мир? Понимаете? Вы бегите, но будьте в сверцели. И это будет и больше баллов будет. Но зато будет огромное количество благодарных людей. Миссия ассоциаций – изменить мир. И мы являемся этим изменением. Мы пример для подражания. Пример в этом обществе. Как мы себя несем, как мы себя подаем, как общаются с нами люди. Мы несем культуру. Мы искренне чистые люди, которые уже отфильтрованы суперджампом. Для меня суперджамп как фильтр для людей. Каждый человек прилетает на эту планету как чистая капля. Согласны? Чистый прилетает. Он бьется об эту землю. Что происходит с этой каплей? Наполняется грязью, наполняется пылью, социальными установками и так далее. Вот этими политическими, геополитическими, макроэкономическими и так далее стандартными. Ребенок прилетает. И потом он начинает превращаться в злодея, корысть, гнев, ненависть и так далее. Что делает суперджамп? Фильтрует. Я купил себе недавно фильтр. Я ошалел, как он работает. Вот это да. У меня туда поступает вода жесткая. Оттуда уходит вода красивая. Понимаете, что такое суперджамп? Это он фильтрует людей. Проходит человек через фильтр. В каком бы он ни был состоянии, он фильтруется. Наполняется чем? Сверхидеей. Сверхидеей наполняется человек. Смотрите, я вам сейчас расскажу одну очень удивительную историю. Я вам покажу пример. Мою историю я вам рассказал. Как я за три года, благодаря чему, что меня вдохновляет и что меня мотивирует. Благодаря чему я достиг седьмого ранга. Что меня двигает. Но я сейчас вам расскажу одну историю. Историю про двух воспитательниц. Одно и то же дело. Историю длиной в жизнь. Одна воспитательница живет ради того, чтобы заработать денег. А вторая воспитательница ходит на работу и живет ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Это пример Атона Силовича Макаренко. Это пример Марии Монтессори. Это пример всех педагогов. Тех педагогов, которые оставили след в истории. Смотрите, та воспитательница, которая ходит на работу, чтобы заработать денег, она просыпается в понедельник. Ой, Господи, понедельник, день тяжелый. Пятница. Пятница, разратница, суббота, воскресенье, выходной. Классно, да? Замечали ли вы таких людей? Поднимите руку. Окружают ли вас такие люди? Что они делают в субботу, воскресенье? Кто-то бухает, а кто-то убирает. Убирает что? Убирает дом. Ничего не меняется. Они живут от отпуска к отпуску. Они живут от зарплаты к зарплате. Ничего не меняется в их жизни. Зарплата уже распределена. Она приходит на работу. Она зарабатывает ли она деньги, ребят? Да, зарабатывает. Выполняет ли она свои обязанности? Да, но как? Ради денег. Работа ради денег. Каждый день одно и то же. Проснулся, пошел на работу, пришел с работы, посмотрел Санта-Барбару, Хюрем, Султанша, лег спать, опять проснулся. Ничего в жизни не меняется. То есть человек не наполняется знаниями. Человек начинает мир менять через сверхидею, через знания. Как он приходит к этому? Как я пришел к этому? Через знания. Через книги. Через наставников я к этому пришел. Через знания. Какой смысл жизни мы даем людям? Живи, развивайся всю жизнь. Долго. Живи, развивайся всю жизнь. И человек очищается. Ну, развивайся всю жизнь так, чтобы твои знания приносили пользу. Ведь можно развиваться всю жизнь, как и этот, как его, даже фамилию не буду произносить, да? Этот, который войну устроил, да? Не буду произносить его фамилию. Не достоин этот человек. И можно жить жизнь так, а можно жить жизнь, как Махатмагани. Понимаете? Через развитие интеллектуальное. И вот эта женщина, которая ходит на работу для того, чтобы заработать денег, она и зарабатывает. Она приходит на работу, она делает минимальную свою работу. Она постоянно смотрит на эти часы. Помните, когда вы делаете нелюбимое дело, у вас постоянно не хватает времени? Вы постоянно думаете, ой, не времени не хватает, а постоянно думаете, что время долго идет, да? Постоянно смотрите на это время. Постоянно обращайте внимание. Потом пришла домой, ой, круто, поужинала, там, сканворд порешала, включила Кюрем Султаншу, легла под нее спать, и все, на следующий день проснулась. Там 1567 серия, все, она там знает все эти. Ничего в жизни не меняется. Никакой пользы детям не приносит. Есть ли благодарные дети? Нет. Есть ли благодарные родители? Нет. Зарабатывать я на деньги? Да. Понимаете, в чем смысл жизни? Понимаете, что такое сверцель? Но вторая женщина – Марья Ивановна. Теперь эту Марью Ивановну узнают все в ассоциации. А об этом Марью Ивановну знали только мои интеллект-тренеры. Марья Ивановна, дорогие друзья, которая живет, чтобы сделать мир лучше. Она чувствует в себе величие. Она чувствует в себе величие педагога. Она приходит на работу ради того, чтобы мир изменить. Она закладывает. А как она это делает? Она изучает. Изучает педагогику великих людей. Изучает педагогику Марка Аренко, Сукамлинского, Корчика, Пастилоца, Монтесори, Аманашвили. Она приходит и эту педагогику начинает транслировать своим детям. Она видит, если Верочка не может букву «Р» выговаривать. Она с ней работает. Она говорит, Верочка, поставь язычок вот так вот. Вот так поставь, дорогая моя. И она начинает рычать на следующий день. Три-четыре дня она начинает рычать. Она если видит, что, например, Хадижат танцует красиво, она говорит, ой, Хадижат, ты великая, какая ты красивая, как ты будешь танцевать? Ты будешь танцевать, выступать на лучших стадионах Лондона, Берлина, Токио. Она им аплодирует. Что она делает, скажите? Не напоминает вам маму Томаса Эдисона? Что она делает? Зернышко садит в ребенка. Если она видит, что Расул красивую делает конструктор, там лепит что-то, если Расул ты инженер. Ты как Генри Форд, ты великий, ты будешь делать великие автомобили. Ты будешь ракеты в космос запускать, как Циолковский развивать. Что она делает? Она садит зерно, дает веру. Откуда она это взяла? Через знания. Она домой не приходит, не смотрит к Хюрем Султаншу. Она изучает знания, она наполняет себя знания. Ей интересны эти знания, понимаете? Смысл жизни первый. Каждого из нас живи и развивайся всю жизнь. Первый смысл жизни. Скажите, пожалуйста, когда к вам прибегает ваш ребенок, внук домой и начинает рычать? Мама, посмотри, как меня Мария Ивановна научила рычать. Будете ли вы ей благодарны? Скажите, ответьте. Зарабатывает ли она деньги, ребят? Зарабатывает ли она деньги? Да. А если к вам приходит сын, дочка и говорит вам, посмотри, как я танцую. Мария Ивановна сказала, что я танцую лучше всех. Конечно, благодарны. Сын ваш прибегает, начинает вовлекаться в какой-то процесс, потому что она его наполняет с детства. В каждого. А группа каждый год меняется. Дети каждый год меняются. Поток детей каждый год меняется, понимаете? У нее. И она в каждого закладывает что? В зернышко. Скажите, когда вы занимаетесь своим любимым делом, быстро ли идет ваше время? Да. Интересно ли вам заниматься? Да. Интересно ли вам? Посадили, например, помидорку и ходите в огородик смотреть. О, уже прошел. О, нужно подвязать. Да? Посадили, посадили огурчик. О, нужно подвязать. О, нужно попшикать, чтобы всякие улитки там не сожрали. Да? И так далее. Вы заботитесь об этом. И она также заботится о каждом ребенке. Каждый день она закладывает зернышко в каждого человека. К чему я это говорю, ребят? Чтобы вы, когда занимались суперджампом, чтобы вы закладывали зернышко в каждого человека. Не просто прокачать, провести его, да? А заложить в нем зерно. Зерно знаний, зерно бытия, зерно осознанности. Ведь этот человек пойдет что потом? Менять свою семью. Ведь киньте камень в озеро, будут круги от него. От этого человека также будут круги. Какие? Для чего мы проводим тренировки? Чтобы фильтровать людей. Понимаете? Фильтровать. Делать фильтр, чтобы люди были чистыми. И чтобы люди потом несли добро. Потому что человек, который проходит суперджамп, он не приносит вреда миру. Понимаете? И мы к чему идем? К тому, чтобы люди в мире стали культурными. Чтобы люди в мире стали осознанными. Чтобы люди в мире стали гармоничными, лучезарными, добрыми. Вот как вы, которые здесь собрались. Добрыми, открытыми, которые могут улыбаться. Которые говорят, хорошего дня. Прекрасное настроение. Который искренне от всей души занимается своим любимым делом. И только сверхидея может изменить мир. История дальше про Марью Ивановну. И когда у Марьи Ивановны занимается так любимым своим делом, зарабатывает ли она деньги? Да. Но что она получает еще? Она идет к сердцели меняя мир. И окружать себя начинает чем? Кем? Благодарными людьми. Изобилием. Почему? Потому что она находится в состоянии изобилия. Потому что она река. Река создана для того, чтобы поить кого-то, а не пить из себя. Яблоня не ест своих плодов. Солнце не греется своими лучами. Человек создан не для того, чтобы жить ради себя. Ажор создан для того, чтобы жить ради других. И вот тогда вы включаете что? Состояние реки. Я ика. Я океан. Океан, который поет. А теперь скажите. Когда вы получаете отказы. И начинаете. О, что же делать? Я получил отказ. Когда из реки кто-то не пьет. Расстраивается ли река? Перестает ли она бежать? Нет. Она бежит дальше. Когда плодов не едят яблони. Расстраивается ли яблони, ребят? Нет. Она начинает свисти дальше. Вот я хочу, чтобы каждый из вас был яблоней. Я хочу, чтобы каждый из вас жил в Сверцеле. Чтобы каждый из вас был вот этой рекой. Позвольте себе. Впитайте в себя эту систему. Впитайте в себя это упражнение. Осознайте. Смотрите. И когда Мария Ивановна начинает окружать себя благодарными людьми. Когда день рождения. Какие-то праздники. Она уже получает какие-то материальные блага. Кто-то дает ей денежку. Кто-то дает ей коробку конфет. Кто-то дает ей чай. Понимаете? А сколько благодарных людей. И у Марии Ивановны группа самых ответственных детей. Самых дисциплинированных. Самых пунктуальных. Самых безотлагательных деток. Скажите. Те люди, которые живут сверху. Вот так вот занимаются своим делом. Идут ли они вверх по карьерной лестнице? Ответьте мне на вопрос. Идут ли они вверх по карьерной лестнице? Да. Потому что начальник видит, что Маш, что ты делаешь со своими детьми? Да у тебя, посмотри, что за группа. Побеждают во всех кружках. И так далее. Потом кто-то скажет, Маш, да напиши. Потом она станет там заведующей. И так далее. Потом кто-то скажет, Маш, напиши там книгу. И эта книга будет разлететься миллионными тиражами. И станет пособием воспитания для детей. Это история многих педагогов. Вот я буквально неделю назад изучил опять же, пятый раз Макаренко. Постоянно я удивляюсь этой выдержке. Как можно было из детей бандитов, как можно было доверить этому ребенку деньги на хлеб за весь лагерь. И сказать, на, ты отнеси там. Как можно? Это великие педагоги. Поэтому наследие. Понимаете? Это педагогический прием был. Когда вы говорите, помоги мне. И вот это вы даете людям. Помогаете людям. Через сверхидею надо помогать людям. Понимаете? И тогда вы становитесь великими. И тогда вы становитесь Талмачевыми. И тогда вы стаетесь Макаренко. И тогда вы становитесь Яровыми. И так далее. И тогда вы становитесь Белозеровыми. И тогда вы становитесь великими Монте-Сори. И так далее. Потому что живут ради Сверцели. А теперь обратите внимание, сколько Сверцель дает энергии. Махат Магань, человек, у которого не было танков, не было денег, была набедренная повязка у него, у него была палочка вот эта в руке. Как он изменил мир? Как он повез за собой людей? Идеи, сверхидея у него была, поэтому он стал великим. 300 миллионов человек пошли за ним. Обратите внимание, Нельсон Магань, но смотрите Махат Магань, били палками, Петр заканчиваю, вижу, забивали камнями, да, его. Пытали постоянно, в тюрьму сажали этого человека. Где он брал энергию? Мог бы какой-нибудь человек ради денег испытать бы на себе вот такие оскорбления? Нет. Нельсон Мандела около 20 лет просидел в тюрьме или 25, не помню. Ради чего? Ради сверхидеи. Потом вышел и все равно реализовал их. Что ему давало энергию в тюрьме? Сверхидея наполняла его, чтобы не покончить жизнь самоубийством. Мартин Лютер Кин, аналогично. Все великие люди питались сверхидеей, наполнялись сверхидеей. Поэтому, дорогие друзья, я призываю каждого из вас, вот это мое выступление сегодня, чтобы каждый из вас нес эту миссию, миссию Всемирной Ассоциации Интеллектренеров. Чтобы каждый из вас считал себя великим педагогом, великим педагогом, лучше, чем я, лучше, чем каждым, как сказала Наташа Ростова. Будьте первыми, только первыми. Будьте первыми, взращивайте в себе это состояние, и тогда нам не будет равных. И тогда будут и 10 тысяч интеллектренеров, и тогда будут и IPO, и так далее. Но дело не в этом, а дело в сверхидеи, дело в бесконечном величии, когда вы будете жить свою жизнь, проживете свою жизнь в бессмертии. Вот сегодня хочу поделиться с вами вот этой восьмой интеллектуальной жемчужиной, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, пропитался этим состоянием, моим состоянием. Что меня вдохновляет, что меня мотивирует, и что меня привело вот к такому состоянию, вот к таким лидерским качествам, да? Чем вы себя наполняете? Что вы в себя делите? На этой прекрасной ноте у меня все. Обнимаю вас всех своим большим интеллектренским сердцем. На связи был мастер-интеллектренер седьмого ранга, Егор Белозеров, Планета Земля. Все ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Суперджамп во мне. Не в бла-бла, а во мне, в каждой клеточке моего тела. Я кайфую от этого. Я живу этим. Поэтому и такая огромная обратная связь. Петр, родное сердце, тебе слово. Ура, ура, друзья, наши пламенные планетарные аплодисменты, величайшему сверхлидеру планеты Земля. Егор, огромная благодарность за выступление, за потрясающую школу, за высокие вибрации, друзья. Чувствуете, в каких вибрациях, в каких высотах живут топ-лидеры Суперджамп. Это сила, это энергия, это мощь, друзья, а мы продолжаем. И наш золотой микрофон, наша центральная трибуна, друзья, перемещается следующему легендарному герою, обладателю седьмого ранга. Две тысячи баллов в команде, друзья, две тысячи ярчайших зажженных сердец по всему миру. И давайте, как и положено, встретим выдающегося сверхлидера, друзья, который своими результатами, своим примером, своей командой вносит огромный вклад в дело мира во всем мире, в дело осознанности, в дело развития человечества вперед. Итак, встречаем бурдами ярчайшими аплодисментами нового мастера-интеллектринера седьмого ранга Расула Зулкашева. Расул, аплодируем стоя. Благодарю, благодарю, принимаю. Микрофон. Друзья, ну, немножечко волнительно. Кстати, Роберт, братское сердце, наш величайший наставник. Будь здоров, я видел, ты чихнул. Значит, все точно, все четко. Друзья, да, если хорошо меня слышно, видно, тоже покажите лайки, сердечки. Сегодня, да, действительно, когда такие ранги достигнуты, до сих пор жена щипает. Думаю, ну, насколько это реально. Ну, на самом деле, конечно же, то есть, действительно, это в мире, во-первых, первая система, да, которая монетизирует честность, монетизирует вашу мудрость, которую вы копили там десятками лет. То есть, вы ее можете монетизировать. Первое, такой аналогов и конкуренции нет. Вы это знаете, да, потому что здесь все интеллект-тренеры. И более того, здесь все люди планеты Земля. Среди нас других нет, да. Поэтому, в первую очередь, хочу вам всем признаться в любви. Потому что я вас очень сильно люблю и благодарю каждого из вас за то, что вы выбрали вот этот счастливый билет «Супер жизнь», такую новую сказку под названием «Суперджамп», друзья. Поэтому, в первую очередь, вас благодарю и люблю, друзья, вот с этими двумя словами и с чувствами внутри, здесь, в сердце. Поверьте, намного проще делается. Потому что я, допустим, провожу суперджамп, а кто-то проходит и говорит «Расу, ты, это же так трудно, это же так, как ты так все делаешь?» А я такой «А я не могу без этого, как это?» Для меня это естественно. Это все равно, что акули говорят «Тебе же трудно плавать, слушай, тебе трудно плавать киту или дельфину». Поэтому, друзья, здесь самое главное именно найти, то есть заинтересовать себя. И вот Егор очень четко сказал «Продайте себе суперджамп». За сколько вы себе продаете? Когда я проходил курс, я понял, что этот курс стоит не 100 долларов. Поэтому я на второй день уснуть не мог всю ночь. И на следующий день Полусонный говорил, насколько это крутая система. Потому что этот курс стоит далеко не 100 долларов, друзья. За него и 10 тысяч долларов не жалко отдать. Для миллионеров, естественно. Плюс, друзья, поэтому здесь важно поменять мышление. Я, кстати, извиняюсь, потому что у меня сегодня я еще не разговорился. У нас пост сейчас идет, поэтому я держу как бы уроза. А тем более это связано с моей сверхцелью. Кто помнит, я говорил, друзья, я хочу, как говорил Махат Маганди, всех богатств мира хватит, чтобы накормить всех людей планеты Земля. Но также всех богатств мира не хватит, чтобы утолить жадность одного человека. Моя сверхцель – чтобы люди на планете Земля испытывали голод только во время Рамадана. Как это происходит сейчас, поэтому я держу. И вообще рекомендую хотя бы, ну вот есть христианские посты, да. То есть прям подержите, да. Вот когда ты с утра прям вот солнце еще не встало, ты покушал. А потом ты кушаешь только, когда солнце село, да. Подержите, попробуйте, потому что здесь идет уравняловка. Мы понимаем голодных людей. Мы понимаем, что голодными легко манипулировать, понимаете. И поэтому это даже как в какой-то мере выгодно, друзья, чтобы управлять теми людьми, чтобы их нанимать за еду, так скажем, понимаете. И это происходит сегодня, потому что мир неосознан. Поэтому наша задача – стать осознанными в первую очередь и подарить осознанность окружающим. И за это получить миллиарды долларов, друзья. Сколько стоит? Кто-то говорит, ну как я стану миллиардером? Друзья, я так скажу, сколько стоит строение самого крутого здания в вашей столице, столице вашей страны? Миллиарды долларов, согласитесь, самое крутое здание. А сколько стоит счастье человека, построить душу человека, понимаете, выстроить круче, чем Бурж-Халифа? Это на самом деле намного дороже. Поэтому первое, чтобы вы понимали, что вы достойны этих миллиардов, первый шаг, чтобы у вас это было, надо понять, что это как дышать. Ну, так, смотрите, если смотреть в материальном плане, да, ну, еще с января не закончилась моя зарплата, чтобы вы понимали, да, а я уже в марте заработал, да, понимаете? То есть здесь материально это уже идет все. Это как песчинки благодарности у ваших ног. Все, миллиарды долларов. Ваша задача устремиться построить вот этот шедевр круче, чем Бурж-Халифа, выстроить душу человека, чтобы она была узором, понимаете? И когда мы понимаем, что, смотрите, я сегодня знаю, что сейчас я еще два часа буду голодным, да, но я вечером покушаю любую еду. Я сегодня остановился все первое, я не помню точно, но кажется, первый раз в жизни в пятизвездочном отеле. Я сейчас в Мармарисе нахожусь. Раньше никогда, даже когда деньги были, ну, как будучи неосознанным, думаю, зачем пятизвездочный? Зачем? Лучше сэкономить на три звезды взять. То же самое обслуживание, та же самая еда. Вот, понимаете? То есть поэтому, смотрите, да, и здесь сейчас любую еду я смогу покушать через два часа. Но, друзья, статистика мира такова, что каждый десятый житель планеты Земля, то есть более 800 миллионов людей находится в состоянии голода, представьте, Расул сегодня, сейчас он голодный, у него сейчас гордость пересыхает, но он через два часа покушает. То есть я кайфую от этого, я поем. Но 800 миллионов человек, даже больше, они не знают вообще, вечером у них будет еда какая-то. Хотя бы финик, может быть грязная вода. Кто-то мечтает о любой воде. Поэтому, друзья, вот эти моменты, действительно, ты как бы становишься, ты как бы включаешься, у тебя включается не только тело и так далее, у тебя включаются совсем какие-то другие органы, которых еще не придумали, не описали. Это все вот здесь, друзья. Это какая-то такая невидимая пуповина. Вот, допустим, малыш, ребёнок в чреве матери, эмбрион, он через пуповину получает все продукты. У него есть руки, ноги на восьмой месяц, находясь в животе, в капсуле из будущего. Но, представьте, если кто-то будет пуповину перекрывать, ему так пережимать, тогда ребёнок родится не до разницы. Все же знаете, все же согласны. Друзья, кто согласен, покажите лайк. А теперь, друзья, смотрите, мы родились, у нас есть такая метафизическая пуповина с нашим создателем. Понимаете? Она здесь находится где-то как подсознание и так далее. Сейчас по-разному это называют, но нет единого мнения пока что. Мы первая ассоциация, которой это раскрываем уже, раскрываем должность человека, что он величайший король, королёв. Это должность, друзья. Это ваша должность. Это ваша должность. Это ваша обязанность стать величайшим королём и королевой. Понимаете? Поэтому я вам благодарен и люблю вас. Также, друзья, смотрите, но нам, начиная со школьной скамином, начиная эту пуповину метафизическую пережимать, как Владимир Догонь очень часто в наших школах, в 50 школах говорит, нашёл один правильный ответ. Всё, не развивайся дальше. Зачем тебе креативить? Будь хорошим наёмным сотрудником, и всё у тебя будет ништяк. Согласны, да, друзья? Вот так делают в школе, добивают в университете. Понимаете, в чём суть? Поэтому мы раскрываем эту пуповину, друзья, метафизическую. Всё, мы ничего такого не делаем. У нас наша задача упрощается. Кто любит и благодарит каждого человека, кто ему оплатил, кто к нему пришёл. Поэтому как я могу быть неблагодарным, когда вы приходите и действительно... То есть, когда я приехал, я помню даже в этот Вадлер, когда говорят, Расул, меня не... Ну, как бы я не знаю их. Они говорят, спасибо, Расул, ты нам помог там. Кто-то лицензию купил, кто-то что-то там. Ну, то есть, всё, ассоциация растёт. И как я почувствовал, действительно, как это круто на самом деле. Потому что, когда ты любишь это дело, так и происходит. И, друзья, старое мышление, друзья, тоже... Это всё из школ, смотрите. Ничто не новое, да? 50 школ Владимира Догонь. Изучайте, друзья. Смотрите по три раза, по пять раз, по десять раз. И с запорожцем мы Мерседес не сделаем, мы знаем их. Ну, и с Жигули, Майба. Вот. И, естественно, старое мышление, оно... Ну, люди приходят со старым мышлением и начинают здесь говорить, Расул, ты вот это вот... Здесь ты не так делаешь, а вот здесь лучше бы вот так сделать, да? А я, допустим, всю... Ну, я всех слушаю. Я всех слушаю. У нас взрослая педагогика. Я такой раз, и там учитываю, учитываю. Я даже иногда делаю какие-то моменты, которые я не знаю, но мне стало интересно, потому что сказал такой-то человек, который пришел, у меня прошел путь. И, друзья, вот на этом я учусь, во-первых. Во-вторых, друзья, мышление должно всегда меняться, каждый день. Наше мышление, оно, как вот Владимир Догонь так же сказал, да, линейное, да? Вот кто его слушает в школы, регулярные, ежедневные, постоянные, да? Вот я оттуда все беру, да? Линейное мышление, да? Наш мозг привык. И вот почему мы говорим, не берите, не принимайте там кредиты, потому что линейное мышление. Я возьму и начинаем мы себе рисовать мысленно, а мысли-то материальные, что я буду гасить на ипотеку 20 лет. Вот и все. Ты в ловушке, братан. Понятно, да, друзья? Все просто же. Все очень просто вообще на самом деле. Теперь, как поменять мышление? Да ты просто слушай интеллект-тренера, не спорь с ним, не спорь, не доказывай. Да я, извини меня, 50 лет уже там, да и так далее. Я тебе в матери горжусь, я тебе в отцы горжусь. Слушай, давай ты лучше вот так вот давай сделаем, да, там, по-савдеповски, или еще как-нибудь там, да? То есть, давай вот так. То есть, смотрите, друзья, то есть, самое важное, менять мышление, вместе быть в едином направлении, чтобы спасти мир. Сверхцель, я уже кратко сказал, да, что сейчас реально, почувствуйте полдня хотя бы, видите, горло как пересыхает, я от этого, ну, я знаю, я в другом мире живу. Плюс, друзья, еще, знаете, самое интересное, самое интересное, научитесь вспоминать будущее. Научитесь вспоминать будущее, друзья, вот это самое, я думаю, очень поможет вам эта штучка, потому что я в седьмом ранге, друзья, я просто вспомнил себя. Ну и что, я уже в седьмом ранге давным-давно, когда я сюда пришел, я уже седьмой ранг давным-давно прошел, понимаете, я уже увидел это, я уже увидел, когда еще курс не купил, я еще увидел, когда лицензию не купил, курс прошел, но лицензию еще не купил, я уже был седьмым рангом, друзья, я недавно на двадцатый ранг вспоминал, то есть все классно, все супер там, да, вот вспомните себя, вспомните будущее, вы увидите, насколько это круто, и насколько вы хотите этого, Вы хотите этого или нет? Потому что есть такая книга, я не помню название, но суть в том, что там тоже такой был вопрос, а действительно ли вы хотите того, чего вы хотите? А может это просто? Я хочу, но диван меня притягивает больше. То есть сила притяжения сильнее, чем ваше желание. Понимаете? Поэтому здесь важно разобраться в том вашем приоритете. Некоторые говорят, Расул, я занят, но я попутно пять минут заскакивая к тебе на суперджампы, в твои группы заглядываю, хочу стать долларовым миллионером. У них ничего не получается, и они потом и там не получаются, за двумя зайцами гонятся, друзья. Что я сделал? Я закрыл все свои склады, которые мне не приносили никакой пользы, ну по сути, да, из-за пандемии, тогда я была пандемией. Вложил в эти склады, если материальную ценностью посчитать, там более 250 тысяч долларов я вложил. То есть все, они ничего не приносят. Склад, цех по производству гидравлических, шланг БРВД. Вот, поэтому, друзья, то есть важно понимать, да, вот смотрите, мышление надо менять каждый день вообще, потому что тогда, если будете со старым мышлением, у вас будет старый результат, понятно. Второе, это вспомнить будущее, вспомните себя, вспомните себя на 20 рангу, на 7 рангу. Поэтапность, посмотрите ту лестницу, как вы шли. На самом деле, друзья, сейчас я уже сижу вот в пятизвездочном отеле, выступаю перед вами. На самом деле, я вспоминаю год назад, когда действительно Роберт часто вспоминает, говорит, Расул, там, я ему говорю, 10 тысяч займи мне, еду надо купить, голодный я, я кушать хочу. Были такие моменты, да, друзья, такие моменты были. И поэтому эти моменты сейчас вспоминать очень интереснее даже, да, они намного приятнее. Ты смотришь там, потому что такой запах есть, победы, такое стремление, да, сейчас, естественно, еще сильнее стремление, но сейчас уже у тебя все, ресурсы есть, освещение у тебя с двух сторон, все отлично, все супер, понимаете. Скоро у меня будет экран там такой плазмный большой, да, чтобы видеть вообще суперджамп проводить на всю стену, да, на весь дом, изоляцию там сделать еще последнее. То есть, смотрите, ну, то есть все как бы круче становится, но я имею в виду, вспомните себя, друзья, вспомните себя обязательно, найдите свой 20-й раз через аудиотренинг, через сверхцель, через не могу и не хочу. И когда вы увидите себя того, настоящего, да, становитесь этим настоящим уже сейчас. Понятно, да, друзья, все просто же, вы можете эти эмоции, вы можете эти вибрации, прану, вот это вот все мурашки испытывать, там, ну, быть там по-настоящему и сюда прийти, что вы уже все, все, вы уже знаете, что у вас будет завтра, через месяц, через год, все идет, все идет как идет. И, друзья, еще интересный момент, друзья, вы знаете, у нас есть три крупные цели, друзья, не забывайте, миссии компании суперджамп, стратегия не меняется, тактика меняется, ускоряется, сингулярно включается, все супер. Три, три. Первое, это человек есть генератор счастья, мы покажем всему миру в этом году или в следующем году, ну, вы видите, как все ускоряется, каждому человеку мы покажем, что человек есть генератор счастья через наши упражнения, 8 упражнений. Второе, это путь развития личности длиною в жизнь. Но, друзья, смотрите, люди многие воспринимают как развитие, это как бы, развитие это как бы читать ненужные книжки, заниматься какими-то ненужными делами, развитие это для них трудно. Более того, как вот 48-я школа, если я не ошибаюсь, там есть такое прям, ну, это часто в школах наших упоминается, в 50-ти, человек заканчивает университет, университет, и у него мнимое развитие идет, а на самом деле он не развивается, да, понимаете, все, потом он не растет до суперджампа. Вот суперджампа приходит, он развивается, но само слово развитие, оно иногда негативные эмоции, да, как бы порождает. А чтобы этого не было, то есть, это совсем, это осознанное, то есть, развитие в игре, развитие в бизнесе, ага, давай там, узнавая нужное, узнавая себя, как говорил Сократ, человек, познавший себя, познал вселенную и Бога. Узнавая себя, развивайся, вот в чем развитие, да, то есть, понятия разные, одно и то же слово, развитие, ой, не хочу эти ненужные книжки читать, там, анген, там, что там, катангенс, там и так далее, бисектриса, то есть, то, что нам вообще не годится, многим людям не пригодилось в жизни, да, но также развитие, это то, те знания, которые тебе помогут стать четче, стать увереннее, стать дисциплинированнее, жизнерадостнее, конкурентоспособнее. Понятно, да, друзья, то есть, понимание со стороны осознанности, если понятно, покажите лайки, то есть, друзья, важно, и, друзья, также понимание, да, допустим, есть люди, которые любят рыбу, ну-ка, друзья, покажите лайк, кто любит рыбу, любите рыбу, да, друзья, вот смотрите, вот я вначале сказал, что я очень сильно вас люблю, но, извините, а любить рыбу, это совсем другое, то есть, если я вас люблю, это же не значит, что я хочу вас скушать, правильно, то есть, вы же любите рыбу, потому что ее хотите скушать, вот, а я вам говорю, да, друзья, то есть, важно понимать, у каждого слова есть своя такая, ну, как бы, смысл большой, и поэтому, ну, то есть, думать об этом, то есть, да, мы любим рыбу, это хорошо, но, на самом деле, мы любим себя, видите, я, допустим, вас люблю, потому что я знаю, что с вами мы быстрее сделаем этот мир осознанным, представьте, друзья, мы спасем эту планету, мы объединим все страны и города, это будет круто, поэтому я вас люблю, поэтому я знаю, что мы стремимся к одному, более того, я заметил, вот сейчас путешествую по Турции, заметил, что вообще люди к этому стремятся, но они каждый в своем мире живут, понимаете, и когда, вот смотрите, когда вы будете себя вспоминать 20 рангом, и вы будете уже на людей по-другому смотреть, они будут захотеть вашу команду, то есть, если вы сейчас, как бы, я же вижу, как мои интеллект-тренеры говорят, Рассул, давай, это такой супер-лидер, я хочу, чтобы быстрее, там, он зашел, там, и так далее, давай трешку проведем, и они, как бы, вот, я говорю, ну, давай сейчас, хорошо, через завтра, там, в 3 часа дня, ей неудобно, давай, как ей удобно, я говорю, ну, у меня там супер-джамп в это время, нет, надо сделать, это такой человек, ты понимаешь, ты должен построиться под него, понимаете, в чем суть, друзья, вот, значит, вы еще не вспомнили себя, то есть, реально, мастер-интеллект-тренером 8-х, 10-х годов, вот и все, причем, это настолько реально, как, вот, Божий день, все, вы выходите, спокойно, и более того, друзья, знаете, что интересно, что от вас ваши люди никогда не уйдут, все, и, вот, экологичность, кстати, да, экологичность очень важна, я помню, я помню, а, кстати, вот, я вам сейчас такой момент скажу, когда я был на втором ран, а, какой второй ран, первый или второй ран, короче, там был где-то, там один или два интеллект-тренера было, я месяц общался с человеком один, да, а потом, ну, я его везде вожу, короче, его на наши бесплатные события, а потом этот человек такой говорит, слушай, я, короче, там много интеллект-тренеров выписал себе, да, потом зашел в этот, в инстаграм, короче, к ним пообщался, и я, короче, ушел к другому тренеру, спасибо тебе, что ты меня познакомил с суперджампом, и я такой, ах, я больше никого не буду звать на триумфальное награждение, да, то есть, ну, вот, такие моменты у меня были, ну, это, ну, это тоже помогло моему росту, кстати, я говорю, все, вот я, вот ты лицензию купил, а потом уже другие, вот, друзья, тоже важные моменты, и что хочу сказать, то есть, этот человек, с которым я месяц занимался, да, но он, ну, не выбрал меня, я не слышу про него, если он здесь, пожалуйста, откликнись, давай, расти, пожалуйста, становись двадцатым рангом, да, потому что не слышно, не видно, куда ты исчез, брат мой, брат мой, сестра моя, потому что мы все братья и сестры, а также, конечно, я за экологичность, ко мне несколько раз обращались интеллект-тренеры, а, люди, один раз звонит человек и говорит, Расул, я хочу, я вижу твой инстаграм, я твой подписчик, я, все, я у тебя зарегистрировался по ссылке, говорит, давай, я у тебя куплю лицензию, я хочу бизнес-пакет прямо сейчас купить, и он такой, все, супер, отлично, короче, говорю, а ты прямо с инстаграмом все про меня знаешь, да, как ты, такой, все, он такой, нет, нет, я уже, говорит, два месяца назад там прошел, я уже в клубе занимался у другого интеллект-тренера, я говорю, стоп, братан, говорю, давай так, ее разрешение мне дашь или к ней заходи, все, в чем проблема, почему ты не заходишь там, ну, как бы, по бизнесу меня она вообще не просвещает, говорит, я говорю, ну, странно, ну, хорошо, давай я ей скажу, чтобы она тебя по бизнесу просветила, все, проблем нету никаких, он такой, да, ну, хорошо, ну, я говорю, если, если человек, если она, короче, не занимается, если она неактивная, пусть она разрешение даст, все, заходи ко мне, в чем проблема, естественно, разрешение не дали, понимаете, то есть вот так вот включайте других интеллект-тренеров, друзья, будьте экологичными максимально, будьте экологичными максимально, этот момент очень важен, потому что у меня команда сейчас растет не по часам и по минутам, там очень много людей, которые говорят, а как, что теперь, сейчас все будут к седьмым, к восьмым рангам стремиться, что мне делать-то, вот так, друзья, будьте экологичными и знайте, друзья, здесь в Суперджампе работают законы вселенной, понимаете, если кто-то сюда пришел хайпануть, там, срубить пять копеек, да вы получите эти свои пять копеек, а что будете с этим делать, смотрите, друзья, миллионы людей до Суперджампа научились зарабатывать, да, хорошо, хорошие чеки сидят и не знают дальше, что делать, не знают, потому что нету счастья у них, да, а в нашей ассоциации, первой в мире, сначала счастье, потом уже большие деньги и все, о чем ты мечтаешь, укрепляя здоровье, помогая людям, понимаете, друзья, сначала счастье, без него вы никуда не, какая разница, сколько у вас там, допустим, представьте, вот машина, машину для чего изготовили, чтобы она ездила, и вот когда машина где-нибудь стоит, если там обвешивают орденами, лентами эту машину, мы будем все равно мысленно знать, что эта машина, она предназначена для езды, понимаете, человек так же пришел сюда, у него есть оставить свой след, сделать что-то, понимаете, поэтому людей, люди, очень много людей, надо просто развиваться, друзья, надо понимать, куда ты идешь, сверхцель нас просто делает нами полностью, вы знаете, да, цитату Марк Твена, два дня рождения есть у человека, первое, это когда тело пришло в этот мир, второе, это когда это тело поняло, зачем оно пришло в этот мир, поэтому, друзья, раскрывайте себя, вспоминайте себя, кто вы, самое главное, если вы не можете вспомнить, обратитесь к вашему наставнику, забейте с ним, как бы, такой, да, диалог на 20 минут, на 30 минут, слушай, мой наставник, давай я хочу вспомнить, кто я, и все, давай так, понимаете, потом этот наставник, допустим, а я тоже не знаю, о чем с тобой полчаса общаться, давай я к своему наставнику, так, втроем, четвером, и вот так приходите, доходите до своих лидеров, друзья, доставайте наставника, не стесняйтесь, вы заплатили деньги, да, вы заплатили минимум 25 тысяч, максимум 4 тысячи долларов, 300 тысяч рублей, я же знаю, я же знаю, сколько вы заплатили, вы выложили, это деньги, смотрите, я еще раз напомню, да, вот в чем суть, почему я сейчас стал таким свободным, потому что я несу ответственность, MLM-лидеры знают, что такое ответственность, я у них учусь, кстати, ну и бизнесмены, конечно, все люди знают, что такое ответственность, да, но многие от нее убегают, потому что, ну, люди многие обожглись, кстати, MLM-лидеры тоже, потому что они несут ответственность за человека, а товар, там, допустим, склад закрылся, или еще что-то, или там отменили, и все, и ничего не сделаешь, также и бизнесмены, закон поменялся, таможенную поиску увеличили, и ты постоянно проседаешь, понимаете, и поэтому люди боятся ответственности большинство, они напуганы, кто-то успел что-то сэкономить, там, скопить, они держат это, мы ответственные лидеры, что такое свобода, друзья, свобода подразумевает ответственность, когда вы ответственны за каждую копейку, на самом деле, когда к вам в первую линию приходят люди, они платят, они платят не в суперджамп, не в какой-то там неодушевленный предмет, они платят вам лично, в руки это, они идут на вашу энергию, на ваше доверие, поэтому будьте ответственны за вот эти каждый, каждый доллар, за каждый рубль, за каждый тенге, за каждый сом, за каждую турецкую лиру, которую они оплатили, потому что они вложили свою жизнь, чтобы эти деньги взять, сделать, чтобы они у них были в кармане, и они с вами делятся, показывая вам свое доверие, оправдайте это доверие, возьмитесь за это, то есть и когда вы будете ответственны общаться с этими людьми, показывать им все, тем более у меня, друзья, 99% команды моя из инстаграм, мне не верили мои родные, понимаете, я сюда пришел, у меня из 50 моих друзей, которые такие, эй, кореш, братан, двое пришли, остальные говорят, туфта, чушь, некоторые пытались меня спасти, просто хотели вытащить, и все, кто попал, братан, вылази, ты что, у тебя склады стоят, иди туда работай, зачем тебе, какой ты поуч, какой ты тренер, дебил, успокойся, ты должен сидеть, как агашка, ну как я 10 лет работал, я сижу в офисе, у меня 15 подчиненных, я одного увольняю, другого нанимаю, кто-то у меня обокрал склад, все, там, на него, там, я нанимаю адвоката, чтобы с ним разбирать, я вот такой был, да, раньше, все, ноль эмоций, кого-то уволил, кого-то взял на работу, и мне говорят, какой ты там интеллектренер, сиди в своем офисе, радуйся жизни и благодари, что у тебя на хлеб есть, вот такие люди у меня были, вот, и у меня резко поменялось, не стесняйтесь, когда, вот смотрите, вот некоторые люди проседают, допустим, блин, мы же с тобой 5 лет знакомы, мы же с тобой, там, друзья, там, 10-20 лет, ты что ко мне не идешь в команду, я тебе говорю, тема реальная, да, он говорит, нет, нет, ты, ты гонишь, они говорят, ты гонишь, сейчас уже чеки есть, сейчас уже, все, сейчас с Расулом, давай, ты вот, покажи, я тебе покажу, вот, реальный чек, я там, если надо, покажу ему все, как я снимаю, там, обналичиваю, если нужно, вот, поэтому, смотрите, сейчас уже очень проще, сейчас люди заходят, если, допустим, вам так говорят, выстраивайся, не стесняйтесь, идите до конца, я продавал запчасти, мы продали, мы до Суперджамп продавали хоть что угодно, сейчас мы стесняемся сказать про истину, друзья, говорите про истину, не стесняйтесь об этом говорить, это истина, это правда, если вы стесняетесь продавать самый нужный, друзья, все же уверены, что это самый нужный, самый полезный продукт для всего человечества, кто уверен, покажите, лайки, друзья. Где ваша уверенность? Вы уверены в продукте? Вы знаете, что он помогает? Помогает. Да, упражнения делаешь, они обязательно помогут. Так продавайте. А почему мы стесняемся говорить? Ой, я просил, смотрите, когда Всевышний закрывает одни двери, он вам 40 закроет. Это так всегда работало, работает и будет работать. Если одни двери закрылись, обрадуйтесь этому. Научитесь радоваться отказом, потому что когда одни двери закрываются, у вас внутри включается такая добрая злоба. Добрый барзоник, который включается, такой, эй, офигел что ли? Сейчас у меня еще 40 человек появится. Я вот и все. И смотрите, когда вам говорят, мне сейчас некоторые новые интеллектренеры говорят, Расул, сказали, когда у меня будут результаты, как у тебя, вот тогда он мне в команду придет. А я говорю, а ты ему скажи так, когда у меня будет чек, как у Расула, ты мне вообще нахер не нужен будешь, зачем? Ну, правда. Друзья, надо говорить правду, не стесняйтесь говорить правду. Ой, там, давай ты, миллионер, встань, я к тебе заеду. У меня было такие люди. Я даже, когда уже вышел на чеки, там, больше 10 тысяч долларов, я тоже им писал в прошлом году в конце. Говорю, вот, смотри, мой чек. Да я занят, там, все, уже там, и это, убегает. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, не стесняйтесь причинять людям счастье, не стесняйтесь объединять людей, не стесняйтесь делать этот мир лучше, потому что в результате нашего совместного труда, взаимной благодарности, любви, у нас, представьте, представьте планету, где люди все осознанные. Если трудно вам понять, будет проще через мою сверхцель понять, все люди сыты. Все, никто никого не сможет, ну, не надо будет воровать. Все люди сыты, они довольны. Вот смотрите, целый день мы держим у раза, куча, а потом вечером мы выпиваем два глотка воды и салат чуть-чуть кушаем, все, и ты как бы все, у тебя отлично оказывается. Понимаете, как это круто работает? И мы же сможем это сделать, чтобы у людей это было происходило, только объединившись, только делая эти усилия, друзья. И не стесняйтесь, набирайте ранги, открывайте чеки. Ваши ранги, ваши чеки, они нужны для спасения всей планеты Земля. Никто, кроме вас, друзья, ну, никто, просто и все. Никто. Больше нет, не на кого надеяться, друзья, на политиков, на футболистов, на поющие трусы, не хватит уже вот эти вот брезы. Какая-то певица сейчас споет хорошую песню, и мы все вот, сколько таких песен уже спеты, друзья, отпеты уже, отпели, отпели. Вот, поэтому наша задача, друзья, делать это дело, пока у нас вот физическое состояние позволяет. А чем больше вы будете это дело делать, друзья, тем больше физическое состояние будет позволять, потому что вы отсюда получаете колоссальный заряд энергии. Вот и все, друзья, все, как говорится, очень просто. Как говорил Лев Николаевич Толстой, величайшие истины, самые простые. Поэтому, друзья, еще раз люблю вас, благодарю вас, да, благодарю Егора, вообще суперлидер, и, конечно, очень радует всегда его действительно поддержка, мы с ним тоже вместе общаемся, мы с ним друзья. Я вам больше скажу, друзья, мы все здесь братья и сестры, поэтому ведите экологичный бизнес. Кто-то сегодня там, а, пять копеек срубил, мы срубили, и что дальше? Планета от этого не изменится. Мы осознанная ассоциация, будьте осознанны, начинайте с себя, да, и распространяйте в окружении себя. Все, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так же поступайте вы с другими людьми. Всех вас обнимаю интеллект-тренерским сердцем, и с большой благодарностью, с любовью, передаю слово, возвращаю этот золотой микрофон нашему сенсею, гуру, нашему президенту Всемирной Ассоциации самых крутых интеллект-тренеров в мире, на планете Земля, Петру Силпу. Возвращаю микрофон. Наши аплодисменты, друзья, мастер-интеллект-тренер седьмого ранга Расул Золкашев. Расул, благодарим за потрясающее выступление, за школу, за мудрость, за глубину, за потрясающий рост и пример для подражания. Друзья, это вызывает особые чувства, когда не то, что с нуля, а с минуса появляются герои, появляются зажженные сердца, сердца, которые сначала одни, но проходит не так много времени и появляется команда, друзья, появляются лидеры, сначала десятки, потом сотни, а потом тысячи героев. Равняемся на лучших, друзья, сами становимся лучшими и открою небольшой секрет, друзья, через 10 минут состоится очередная встреча лидерского совета, куда входят шестые, ранги и выше. Друзья, эта планка будет расти с ростом ассоциации, поэтому, кто сегодня вот хочет быть среди лучших, кто сегодня хочет задавать темп, тон и скорость развития ассоциации, друзья, метимся на седьмой, восьмой и последующей ранге, друзья, вот ждем вас в лидерском совете, потому что именно там, друзья, вот решаются глобальные задачи, именно там формируется идея роста и, конечно же, на повестке дня у нас продолжение нашей динамики, вот рекордный май, июнь, июль, август, наши командиры смотрят далеко вперед, друзья, и наше будущее, оно, конечно же, особенно, оно светлое, оно прекрасное, потому что все мы делаем самое доброе и лучшее дело на земле, друзья, всех с ростом, растем, развиваемся, делаем себя лучше, делаем людей вокруг нас лучше, конечно же, создаем новые рабочие места, новых интеллект-тренеров, готовим, вот всем спасибо за потрясающий эфир, огромная благодарность еще раз нашим спикерам, давайте поаплодируем мастер-интеллект-тренером седьмого ранга, Егору Белозерову и Расулу Зулкашеву, которые сегодня были с нами, делились опытом, энергией, знаниями, коллеги, друзья, соратники, гордимся вами, ну а мы включаем наш любимый обратный отсчет к новым достижениям, победам и рекордам, 5, 4, 3, 2, 1, мы самые величайшие во все времена и первое место в мире, это наша судьба, полетели, полетели в холодном, Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...